Всем большой привет! Сегодня видео будет о корейской косметике и я покажу свой уход. Тем более были такие запросы и начну я, конечно же, с очищения кожи. Сейчас макияж я смываю с помощью гидрофильного масла. И гидрофильное масло у меня появилось новенькое от бренда Unique. Это относительно молодой корейский бренд. И у меня масло, которое подходит для чувствительной кожи, для раздраженной кожи. Оно содержит экстракт календулы и его здесь 94%. Вот это масло именно календулы. Я прям поверх макияжа на сухую кожу наношу данное масло, массирую около минутки-две и затем смываю все водой. Макияж смывает просто прекрасно, изумительно, без каких-либо разводов. И к тому же, после того, как умываешься, чувствуется, что кожа такая мягкая, она увлажненная, она очень гладкая. И это прям приятное такое ощущение. Объем у гидрофильного масла 200 мл. Расходуется оно мегаэкономично. Здесь удобный дозатор. И на самом деле хорошие довольно ингредиенты в составе. Давайте я вам покажу. Здесь и масло макадамии присутствует, и масло лимонника. В общем, хорошие действительно составляющие. И сам продукт очень такой бережный, очень-очень деликатный. После того, как я умылась с помощью данного гидрофильного масла, я еще беру обычную корейскую пенку для умывания. Я не стала выделять какую-то пенку, потому что для меня они практически все похожи. Я пользуюсь пенкой из сайта iHerb, которую я заказывала, наверное, полгода назад. Она у меня еще есть. Кому интересно, я ссылки оставлю на те продукты, которые можно заказать на сайте iHerb, потому что там они намного дешевле. А вот эти все продукты можно найти в обычном интернет-магазине с корейской косметикой. То есть они в свободном доступе. Масло я могу вам посоветовать. Мне оно прям очень-очень понравилось. Оно прям бережное, такое деликатное. Два-три раза в неделю я обязательно использую вот такую увлажняющую пилинг-скатку с лаймом. Это тоже бренд Unique. Объем 120 грамм. И здесь содержится АХ-комплекс кислот. Это фруктовые кислоты. И у нас здесь получается и лайм есть, и лимончик, и виноград, и яблочко. Сам продукт прозрачного такого цвета. Наносить следует на очищенную кожу, на сухую кожу и массировать. Когда массируешь, появляются прям такие небольшие катышки. Вы сейчас их увидите. Вот так все это примерно выглядит. И вот эти катышки, они хорошо забирают за собой всю грязь и спор. Они полируют кожу, шлифуют ее, и кожа прям потом такая гладенькая-гладенькая становится. Я также заметила, что вот эта пилинг-скатка помогает мне справляться с забитыми порами в Т-зоне. С так называемыми черными точками. И прям с применением вот этой скатки ситуация там стала намного и намного лучше. Здесь тоже неплохой состав, как по мне. Действует все это тоже очень деликатно. И на осень-зиму я бы посоветовала отказаться от каких-то грубых скрабов, чтобы лишний раз кожу не травмировать. А вот такие вот легкие скатки с содержанием кислот, они прямо, ну работают намного лучше. И вот этой скаткой я очень довольна. Она тоже расходуется мега-мега экономично. И вот 2-3 раза в неделю я обязательно ее использую. После каждого умывания я обязательно наношу на лицо тонер. И тонер у меня от бренда Purito. Выглядит этот тонер вот так. Он с содержанием цинтеллы азиатской. Ее здесь 10%. Я давно хотела попробовать косметику Purito, потому что она из корейского сегмента самая, наверное, дружелюбная по отношению к окружающей среде. Они используют много натуральных компонентов, компонентов растительного происхождения. И у них даже упаковка из переработанного сырья. Вот так вот выглядит упаковочка данного продукта. Она, конечно, может быть не очень привлекательная, но зато внутри вот этой коробочки содержится настоящее чудо. Покажу вам вот ингредиенты. Можно на паузу поставить, почитать. И также давайте более подробно о данном тонере. Он, конечно, очень жидкий, но это не совсем водичка. Она такая больше вязкая такая у нее консистенция. Вот так все это дело выглядит. Абсолютно прозрачная. Мне понравилось то, что данный тонер не оставляет на лице абсолютно никакой липкой пленочки неприятной. Он быстро впитывается, успокаивает кожу. Помимо цинтеллы азиатской, здесь еще есть экстракт гомомелиса, экстракт портулака. И такой состав очень хорошо подойдет именно для чувствительной кожи, для проблемной кожи. Тонер успокаивает, увлажняет и приводит кожу именно в тонус после умывания. Очень приятный аромат. Он здесь такой, не скажу прям, что совсем натуральный. Пахнет, конечно, травками, какими-то растениями, но с примесью косметической одушки. И мне этот аромат очень нравится. Это как вот глоток свежего воздуха после умывания. И кожа прям моментально. Этот тонер впитывает, съедает его. И ощущения очень комфортные. Сыворотка у меня тоже от бренда Purito. Тоже сохранила вам и упаковочку. Вот так она называется. Тоже с цинтеллой азиатской. Ее здесь 10%. И сама сыворотка вот в таком стильном, очень красивом флакончике. Здесь, кстати, неплохой объем. По-моему, здесь 60 мл. А у тонера 200 мл. Но продукты мегаэкономичные. Мне очень понравилось то, что здесь помпа. Я не очень люблю сыворотки. Именно с пипеткой, вот с помпой намного-намного удобнее пользоваться. Сама сыворотка прозрачная. Тоже не липкая, не жирная. Очень-очень приятная. Она быстро впитывается, вот прям моментально. У нее такой же приятный аромат, как и у тонера. И ощущения после нанесения, ну, невероятно комфортные. Я заметила, что сыворотка успокаивает кожу. И она хорошо влияет на какое-то раздражение. Если есть прыщики, если есть воспалительные элементы на коже, то буквально через пару дней все это проходит. Сыворотку можно использовать и утром, и вечером. Вечером я наношу обязательно. А утром не всегда, просто не всегда хватает времени. Иногда нанес BB-крем и побежал, да, после умывания. А вот вечером обязательно, обязательно эта сыворотка у меня идет после тонера. Отличная. Мне она очень понравилась. Буду дальше ей пользоваться. И, девчонки, у кого кожа именно проблемная, у кого кожа пересушена, обезвожена, то вот эта вот серия от Purita с Центеллой азиатской, она прям создана идеально для вас. И также я могу ее посоветовать, вот эту продукцию с Центеллой, тем, у кого кожа проблемная, пористая и рыхлая. Потому что Центелла, она выравнивает микрорельеф кожи. И в этом плане она работает очень хорошо. Можно посмотреть, конечно, в интернете, почитать, что это за Центелла такая. Я много, на самом деле, пересмотрела статей. И действительно, это такой прям хороший компонент. Конечно же, не обходится без крема для лица. И я крем себе выбрала, такой немножко поплотнее. Это уже бренд Елизавета. Покажу вам упаковку, потому что упаковка очень-очень милая. И это паровой увлажняющий крем с молоком ослиц. Вот так вот выглядит коробочка. Объем 100 миллилитров. Это очень-очень много. И также здесь у нас есть информация. Тут и ингредиенты расписаны. Можно также поставить на паузу, почитать. И сама вот такая вот баночка. Она пластмассовая, но она очень милая. Внутри есть лопатка для нанесения. И технологии этого крема, она паровая. Очень интересная технология. На официальном сайте Елизавета там прям все показано, как, что это делается. И по консистенции крем, ну, очень необычный. Сейчас я, конечно, вам все покажу. Здесь вот такая вот лопаточка идет для того, чтобы набирать крем. И сейчас я открою упаковочку. Он абсолютно белый. У него приятнейший аромат. Немножко такой молочный, ванильный. Он безумно мне нравится. И вот этот крем, можно посмотреть, он прям пружинит. Смотрите, какой он упругий. Он воздушный, но он такой интересный. Набрать его просто пальчиком не всегда легко. Лучше это делать действительно с помощью лопатки. И крем у нас распределяется на удивление без каких-либо проблем. Он не оставляет белесого налета. Кожа его проглатывает. Потом никакой липкости, никакой жирности на лице нет абсолютно. И мне понравилось то, что данное средство, оно содержит много масел. Здесь и масло ши, и бразильский орех. И миндальное масло. Также есть такой компонент, как ниоцинамид. Это очень сейчас модный такой ингредиент в косметике. Есть гиалуроновая кислота, бетаин. Различные абсолютно экстракты. И данное средство, оно хорошо подходит именно для кожи, которая страдает от сухости. И специально на осень-зиму я выбрала такой продукт. У меня кожа летом обычно комбинированного типа. А сейчас она больше к нормальному типу, чему я, конечно, очень-очень рада. Но все-таки я не хочу, чтобы кожа сохла. И хочу уделять именно внимание ее питанию и увлажнению. И вот этот крем очень хорошо подходит. Да, он плотный. Он первое время ощущается на лице, но потом все это как-то впитывается. И утром, когда я просыпаюсь, если использую этот крем на ночь, то у меня лицо абсолютно нежирное. И поры, они стянуты. Кожа гладенькая, кожа ровная. Я очень довольна. Я много читала про данный крем, прежде чем его себе заказать. И действительно, многие отмечают, что этот крем хорошо влияет даже на проблемную кожу, даже на жирную кожу. Но он не комедогенный. Он не забивает поры, а питает и восстанавливает кожу просто на отлично. Если есть какие-то шелушения, покраснения, то вот прям хорошо подойдет. Ну и последнее, что я покажу в этом видео. Да, я не показала вам крем для глаз, потому что у меня крем для глаз все тот же. Тоже Елизавета с экстрактом ласточкиного гнезда. Большая банка. Там, если я не ошибаюсь, 100 миллилитров. И я брала тоже его на iHerb по какой-то смешной цене. Были скидки и ссылку я вам тоже в инфобоксе оставлю. Кому интересно, пройдете и посмотрите. А заканчивать я это видео буду вот таким продуктом. Это BB крем от Елизаветы. Это крем, который сочетает в себе и декоративные свойства, и уход. И плюс ко всему он содержит высокий SPF фактор. SPF фактор у него 50. Защищает кожу от негативного воздействия солнышка. И если вы сейчас так же, как и я, пользуетесь кислотами, то обращайте внимание, чтобы ваша косметика содержала защиту, фактор защиты от солнышка. Приятное довольно-таки оформление у этого BB крема. Я хочу найти объем. Объем здесь 50 миллилитров. И покажу вам, конечно же, текстуру. Такой BB крем, он подстраивается под естественный оттенок кожи. И подойдет даже белоснежкам. Я очень-очень белая, и мне этот крем идеально подошел. Он достаточно плотный. И, наверное, для жирной проблемной кожи он не подойдет. Он больше для нормальной кожи, для кожи склонной к сухости. Он красиво распределяется, незаметен на лице. И с ним очень комфортно. Он кожу увлажняет, защищает. Он ее питает. И, конечно, если кожа склонна к жирности, например, комбинированный тип, то можно тоже использовать. Но все-таки я советую припудривать Т-зону. А так в течение дня он носится идеально. Он не проваливается в поры. И он придает такой легкий, сияющий эффект. Как сейчас модный эффект мокрой кожи. То есть он не матовый. Он не будет матировать, а именно такой увлажняющий и сияющий. Но мне он сейчас очень-очень нравится. И я думаю, что зимой я также его буду использовать. Вот и весь мой уход на данный момент. Я надеюсь, видео вам понравилось. Я буду ждать ваши комментарии. Пользуетесь ли вы корейской косметикой? И если да, то каким брендам отдаете предпочтение? И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Подписывайтесь на Инстаграм. Потому что там я тоже довольно активно выставляю посты. И показываю все эти продукты. Там, наверное, отзывы еще более подробные, чем здесь. Я благодарю вас за внимание. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok